В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. Вот некоторые темы выпуска. Состояние дорог на сегодняшний день в приоритете. В бюджет Рязани внесены перечисленные регионом 139 миллионов рублей на дороге. И сегодня в мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Молодые специалисты-эфтезиатры рассказали о специфике своей работы. На дороге Рязани дополнительно выделили 139 миллионов рублей. Это сумма перечисленной с бюджета области на ремонт и мероприятие по безопасности дорожного движения. Депутаты Рязанской городской думы на заседание в четверг внесли изменения в бюджет города. За счет трансфертов из областного бюджета доходы города увеличиваются на общую сумму в почти 139 миллионов 700 тысяч рублей. Из них около 134 миллионов будет выделено на ремонт дорожного покрытия, 5 миллионов на благоустройство дорожных разметок и знаков. Сейчас начнем с ямочного. Идут торги по ямочному. И отрадно то, что администрация своевременно отрабатывает торги и уже по замене дорожного покрытия во многих районах нашего города. За счет внутреннего перераспределения увеличен объем средств, которые планируются направить на ремонт дворовых территорий. Ранее на эти мероприятия предусматривалось 30 миллионов рублей. Сейчас депутаты добавили еще 10. В школах Рязани в этом году появятся металлодетекторы. На их приобретение в новой редакции городского бюджета предусмотрено полтора миллиона. Учитывая текущую ситуацию в стране, мы обязаны особое внимание обращать на безопасность наших деток. Также депутаты приняли изменения в генплан. В Храпове и Божаткове выделят около 100 участков для строительства домов многодетным семьям. Территории в районе поселков перевели из зоны нестелительных территорий в зону индивидуальной жилой застройки. А на Московском шоссе в районе памятного знака в честь дружбы русского и армянского народов появится официальная зеленая зона. Соответствующие изменения городская дума также внесла в генплан. А пока дороги в городе оставляют желать лучшего, активисты по всей стране продолжают бороться за реконструкцию дорожного покрытия и ремонт ям. Рязанские общественные движения тоже не отстают и на днях удивили своими действиями как автомобилистов, так и сотрудников автоинспекции. В интернете гуляет множество видео, на которых активисты устраивают необычные ситуации на дорогах. Где-то они в большом количестве выезжают на проезжую часть, движутся очень медленно, таким образом подчеркивая, что по плохим дорогам быстро ездить невозможно. В результате они тормозят все движение на автодороге. Кто-то засыпает ямы на дорогах деньгами, другие же просто застилают их коврами. Видимо, чтобы водителям становилось мягче ездить. Некоторые активисты по старинке разукрашивают асфальт, выделяя ямы на дорогах краской. Другие в отчаянии разрисовывают собственные машины. В Рязани, кстати, тоже из года в год активисты выступают со всевозможными акциями. В том году они как раз-таки раскрашивали асфальт. Можно вспомнить, что на дорогах города ямы были обозначены краской. В этом году они пошли дальше и пытались расставить по городу разрисованные светоотражающей краской покрышки с прикрепленными аварийными знаками. По факту публикации в СМИ об инциденте с рязанскими автомобилистами, руководством регионального МВД назначены две служебные проверки. Напомню, что 13 марта инспекторы отдела ГИВДД по городу Рязани не допустили создания аварийной ситуации, которую могли спровоцировать действия рязанских автомобилистов. Автолюбители планировали расставить покрышки на дорогах областного центра, пытаясь объяснить свои действия желанием обезопасить дорожное движение. Сотрудники полиции разъяснили собравшимся, что это является нарушением статьи 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Автомобилисты не отказались от своих намерений и разъехались по городу. Инспекторам ГИВДД пришлось следовать по маршруту их движениям, чтобы не допустить помех на дорогах и возможных вследствие этого аварийных ситуаций. Сотрудники ГИВДД помешали активистам расставить все покрышки, однако некоторые из них все же нашли свои ямы. Шины все-таки нашли свои ямы. Кто это сделал, я даже не знаю. Пытался у ребят эту информацию узнать, но они сказали, что ты будешь ругаться, мы тебе не скажем. Наверное, даже приятно не от того, что они там стоят, а приятно от того, что ты понимаешь в этот момент, когда приезжает это сооружение, эту конструкцию, что благодаря этому кто-то просто сэкономил свои собственные деньги и свою собственную машину. Идея активистов состояла в том, чтобы перекрыть те ямы, которые могут привести к повреждению автомобилей горожан. Однако сотрудники ГИВДД в ночь инцидента с 12 на 13 марта несколько часов преследовали активистов, чтобы не дать им это сделать, не поясняя свои мотивы преследования, когда общественные деятели пытались вести диалог. Я пытался вести диалог, однако диалога не получилось. И я задавался для себя этим вопросом. С одной стороны, взяли бы мы бетонные блоки, бордюрные камни и побросали на северную окружную их. Вот просто побросали. Тут да, тут я согласен. Тут создание помех дорожному движению, которое может повлечь дальнейшая ответственность. То есть здесь по факту уже помеха есть. Это обозначение помехи. В результате акция состоялась только наполовину, зато разговоры о ней не замолкают уже вторую неделю. Сейчас руководством областного УМВД проводится еще одна проверка, в рамках которой будет изучена эффективность ГИВДД по городу Рязани именно в сфере исполнения контрольно-надзорных функций, направленных на соблюдение нормативных требований и эксплуатационного состояния автодорог и улиц. Очередной сезон подходит к концу и близится период, когда водителям пора перебывать свое авто. Что делать с шинами, которые уже отслужили свой срок? Некоторые рязанцы активно украшают и облагораживают ими дворы. Одни покрышки устанавливают в клумбы, другие – на детские площадки. Однако мало кто знает о той опасности, которую в себе несут испарения от старых шин. Автопокрышки разлагаются в течение ста лет. При этом они выделяют вредные вещества в почву и атмосферу. Куда девать старые покрышки? Понятное дело, не выкидывать. Русский менталитет не позволит поднять руку на такое добро. В хозяйстве обязательно пригодится оградить клумбу, зеленую зону, украсить участок, соорудив резинового лебедя. Так вот, мало кто задумывается о том, что эти самые шины выделяют много разных веществ в воздух, особенно в жару. Так чем же мы дышим? Как указывают эксперты в этой области, нахождение там грунта сопровождается, в том числе, порой образованием комаров. Это раз. Потом растекающаяся жижа в период дождей, которая в дальнейшем превращается в пыль, превращается, в том числе, резиновая крошка, она вызывает астматические приступы. У людей, которые есть склонность к аллергическим заболеваниям, это, опять-таки, не вызывает радости, потому что астматический приступ сопровождается, сами знаете, чем. Дополнительно гастроэнтерологи бьют проблему в том, что перенос вот этой пыли, резиновой в том числе, и попадание ее в организм человека может вызывать определенные заболевания желудка. Покрышки даже без их использования представляют опасность. Все замечали, что у авторезины имеется своеобразный химический запах. Дело в том, что в современных покрышках может содержаться около 15 вредных химсоединений и более 120 вреднейших химических веществ. Во многих регионах период, когда начинаются месячники, в том числе, указывает, делается акцент на то, что эти покрышки должны быть утилизированы. Сейчас у нас такой месячник начался в городе Рязани. Я призываю тех, от кого зависит благоустройство, чистота, избавить город Рязань от старых покрышек, которые представляют реальную опасность для всех жителей города Рязани. Поэтому, не важно, ты чиновник или простой человек, который не осознает, что происходит у нас на территории города Рязани, мы должны вместе этим заниматься. Кстати, руководство Рязанской городминистрации регулярно проводит конкурсы на лучшие ТОСы, поощряют за чистую территорию дворовую иллюминацию. То есть, эти самые разукрашенные шины становятся настоящим эталоном придомовой красоты. Наблюдать старые покрышки у подъездов стало для нас нормой. И такую норму срочно необходимо искоренять. В Рязани полиция устроила погоню за пьяным водителем. В среду утром в дежурную часть поступило сообщение от граждан, что водитель автомобиля отечественной марки ведет себя на проезжей части неадекватно и вызывает подозрения, что находится за рулем в состоянии опьянения. Утром 23 марта в дежурную часть городского УМВД начали поступать сообщения от граждан о том, что по Рязанским улицам ездит автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого ведет себя, мягко говоря, неадекватно, совершает необдуманные и резкие маневры. Незамедлительно всем экипажам была дана ориентировка на данный автомобиль. Первыми заметили его сотрудники патрульно-постовой службы, которые немедленно передали информацию инспекторам ДПС. Экипаж ДПС благодаря помощи коллег быстро разыскал и начал преследовать данного транспортного средства, так как водитель игнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке. Остановить нарушителя сотрудники полиции смогли на улице Гагарина. Машина нарушителя была блокирована автомобилями ГИБДД. Однако так просто водитель сдаваться не собирался и оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции. В дальнейшем выяснилось, что водитель имеет признаки опьянения. И сотрудниками полиции он был доставлен на стационарный пост ДПС для проведения освидетельствования. Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование на посту ДПС выявило содержание алкоголя в крови водителя в 0,98 промилле. Позже инспекторы выяснили, что ранее 30-летнего водителя уже три раза лишали водительского удостоверения за езду в состоянии опьянения. Теперь его наказание будет диктовать Уголовный кодекс. Сегодня, 24 марта, в мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Заболевание по сей день считается социально опасным. Однако в настоящее время с ним успешно справляются врачи-фтезиатры. Наша съемочная группа побывала в тубдиспансере, где молодые специалисты рассказали о специфике своей работы. Туберкулез – заболевание – одно упоминание, о котором вызывает некую брезгливость в каждом из нас. Представление общественности – это болезнь, которая, как правило, касается представителей неблагополучных слоев населения. Между тем, в настоящее время с туберкулезом успешно борются. Врач в четвертом поколении, фтезиолог во втором поколении Мария Жарикова поясняет, что свои сложности в ходе лечения есть. Приходится оказывать психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Туберкулез протекает абсолютно бессимптомно, поэтому, когда, конечно, к нам больные поступают в отделение, для них в первую очередь это шок, они начинают очень паниковать, они начинают нервничать, потому что они не хотят признавать, что у них есть такое заболевание. Все-таки до сих пор у нас считается, что это социально опасное заболевание, и людей делают изгоями. Хотя на самом деле это заболевание, оно вполне себе излечимое, просто лечение, оно достаточно длительное. Если при закрытых формах туберкулеза это в среднем полгода, если считать вместе и стационарный, и амбулаторный этап, то у нас это от полугода до года, и два, и три года, конечно, бывает. Рязанский противотуберкулезный диспансер – медицинское учреждение, где особое внимание уделяют мерам профилактики. К сожалению, далеко не все люди относятся ответственно к собственному здоровью. Многие годами не проходят флюорографию, а даже такая простая процедура зачастую помогает обнаружить патологии на ранних стадиях. В случае, если флюорография обнаружит отклонение от нормы, пациента направляют в кабинет рентгенолога. Тубдиспансер располагает томографом нового поколения, с помощью которого можно выявить любые патологии. У нас все-таки учреждение, которое специализируется в основном на болезнях легких. И для нашего профиля как раз вот этот аппарат является таким самым оптимальным выбором по качеству получаемых снимков, по лучевой нагрузке, которую мы даем пациентам. То есть она довольно низкая, особенно у детей. Мы используем детские протоколы. То есть по сравнению с взрослыми доза обучения в несколько раз меньше получается. Так что бояться не нужно здесь. Томография головы занимает всего пару минут. Чуть более сложной является процедура осмотра брюшной полости. В этом случае внутривенно вводят специальный раствор, который способствует тому, что контуры внутренних органов становятся лучше видны. И, конечно, томограммы легких. Например, здесь врач констатирует развивающийся рак. На флюорограмме в этом случае новое образование обнаружило себя как пятно. Поэтому пациента и направили к рентгенологу. Вот это пациент с периферическим раком легкого диагностированный. Это вот есть рак? Да. Процедуры безвредны для детей. Работает в тубдиспансерии и детское стационарное отделение. Специалисты рекомендуют. Относитесь к своему здоровью ответственно. Тогда и уровень заболеваемости будет гораздо ниже. На базе Рязанского медицинского госуниверситета прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады по сестренскому делу. Организована она была при поддержке Рязанского медицинского колледжа. Целью проведения Олимпиады является выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, а также повышение профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Поставить капельницу, сделать укол, подготовить пациента к операции – это далеко не весь список обязательств, которые сегодня возложены на медицинских сестер. Помимо этого, современные медсестры должны знать английский язык. Кстати, на Олимпиаде будут проверяться знания студентками иностранного языка. Но без практических знаний, естественно, никуда. Здесь предусмотрены два задания, которые предстоит выполнить всем конкурсантам. Это задание по уходу и задание по введению лекарственных средств, в частности, внутримушечное введение лекарственного препарата. Мы надеемся, что вы, уважаемые конкурсанты, получите высокий уровень знаний, получите высокие оценки. Пусть победит сильнейший, который представит в мае нашу Рязанскую область, в нашем университете, в котором пройдет уже федеральный заключительный этап. Стоит отметить, что всероссийский этап Олимпиады пройдет на базе РязГМУ с 18 по 20 мая. Сегодня у нас состоится этап, который предшествует в Всероссийской Олимпиаде профессионального мастерства по специальности среднего профессионального образования «Сестринское дело». Эта Олимпиада, Всероссийская Олимпиада, проходит педагогидами Мистерства образования и науки Российской Федерации и проходит она по более двум десяткам различных специальностей. Особенностью Олимпиады этого года является то, что впервые была включена специально «Сестринское дело». Основными задачами проведения подобных состязаний является выявление одаренных студентов, повышение их профессиональных качеств и в дальнейшем совершенствование их знаний и умений. Кстати, на сегодняшний день «Сестринская» специальность является весьма востребованной среди будущих специалистов. Да и в больницах региона о дефиците медсестер речи не идет. «Наша область действительно находится в выгодном положении. Благодаря той работе, которая проводится, укомплектованность средним медицинским персоналом у нас более 90% по различным направлениям. Есть больницы, где укомплектованность практически 100%. Планируется, что подобные Олимпиады среди медсестер станут традиционными. Это поможет мотивировать обучающихся, а также станет прекрасной стартовой площадкой в их будущей профессии. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Субтитры создавал DimaTorzok